Сегодня большинство предприятий оформлено в новогоднем стиле. Подобные инсталляции становятся своего рода визитной карточкой магазина или кафе. Об условиях конкурса владельцы торговых точек узнали еще в ноябре. Это, с другой стороны, плюс и самим предприятиям. Если, будем говорить, театр начинается с вешалки, то объекты торговли начинаются с прилегающей территории, с фасадов. Поэтому не только оформление торгового зала привлечет покупателей. Участие в конкурсе на лучшее оформление предполагает нечто большее, чем украшение только иллюминации. Должна быть выстроена целая композиция. Но те, кто за главный приз не борются, может ограничиться и гирляндами. Если торговые залы, если холлы, вестибюли, залы, ожидания, как-то они уже на сегодня, будем говорить, 100% оформлены, то по прилегающим территориям очень много вопросов. На сегодня с десяток найдется только объектов торговли, которые отнеслись серьезно к этому вопросу и оформили свои территории. Совсем недавно уссурийцы стали свидетелями новогоднего преображения центральной площади города. Еще только строится ледовый городок, уже наряжена главная елка. Но и это еще не все. В преддверии Нового года весь город начинает словно дышать атмосферой праздника. Елки, фигуры снеговиков и Дедов Морозов повсеместно. Но по-настоящему преображаться город начинает с наступлением темноты. Особенно преображаются претенденты на победу. Здесь есть на что посмотреть и снаружи, и внутри. Разноцветные огни гирлянд, фигуры новогодних героев. Ночью все начинают играть совершенно другими красками. С каждой минутой погружая случайных прохожих в атмосферу праздника. Татьяна Миншикова, Игорь Антонов, Теремикс.